Я попередживала, что такому немає місця у суперсезоні. Обіцянка, с твоєї сторони була? Да. Прошивай. До свидания. Супер топ модель по-українски, второй эпизод. Сразу две участницы покинули проект. ХТЗ и Чичела. С последней все понятно и вполне заслужено. А вот к ХТЗ у меня возникает огромное количество вопросов. Это прям тайна, покрытая мраком. Почему же девушка самостоятельно решила уйти из проекта? Или ее за кулисами попросили? Давайте попробуем разобрать, что же произошло. Погнали! Ютуб, привет! С вами Несмена Беспалов. Канал, на котором мы говорим 24 на 7 о музыке и главных новостях из мира шоу-бизнеса. А также комментируем самые рейтинговые проекты на русскоязычном Ютьюбе. На очереди у нас топ модель по-українски. Супер сезон. Это сезон, в котором собрали самых лучших участниц среди всех эпизодов, которые только были. И вы знаете, второй эпизод очень противоречив на эмоции, особенно у меня. И мы как раз можем с вами разобрать подробно, что произошло, что пошло не так. Но прежде чем мы начнем, боже, ребята, это какой-то ужас. Снимаю, значит, обзор. Снимаю, снял. Загрузил все в компьютер. И я понимаю, что у меня петличка не записала звук. Какое отвратительное чувство. Просто не нравится писать по 2-3 раза, потому что уже не те эмоции. Уже не так выжимаешься. Уже не так отдаешься. Но, маемо шумаемо, в любом случае, врываемся с вами во вторую серию и разбираем, что пошло не так. Я бы откровенно сказал, что первая часть второго эпизода была вообще неинтересной. Девочки между собой разбирали кровати, кто с кем будет спать, какая кровать и так далее. Вообще прям неинтересно. И меня очень забавляет нативная реклама. Особенно это было видно в кадре, когда Марго пила воду. И там у нас проявление бренда. Я понимаю, что это заработок для любого реалити-шоу, для телеканала. Это спонсоры. Но в то же время люди не глупые. И даже нативная реклама, она читается очень ярко. И вызывает даже некоторые отвращения. Вот у меня лично так. Если вы со мной не согласны, напишите об этом, пожалуйста. Но мне показалось это очень-очень слишком выпиющим. И вот первая часть тянется-тянется. Ничего интересного. И тут у нас Соня Плакедюк со своим заданием. К ней присоединяется Сергей Бабкин. Я еще такой думаю, what the fuck? Зачем он в качестве члена жюри? Напоминаю, что каждую неделю у нас четвертый член жюри меняется. И это Сергей Бабкин, который в первую очередь музыкант, не имеющий никакого отношения к моделингу. Но когда он начал давать советы, раздавать советы участницам, я был поражен, насколько человек понимает композицию кадра, подачу, энергетику, харизму. Подключил какие-то театральные навыки, подсказки. И это было очень круто. Поэтому, к моему большому удивлению, Сергей Бабкин просто идеально вписался в этот формат. И можно было бы оставлять его вообще постоянным членом жюри. Значит, Соня Плакидюк у нас, как всегда, эпатажная. Встретила девочек в очень таком эксцентричном костюме, что характерно для ее образа. И очень интересное задание. Я вам скажу так, потому что это работа над ошибками прошлых сезонов. Выбирается самая худшая фотография участницы, с которой она не справилась. И нужно воссоздать снова эту фотографию только удачно. И начался какой-то трэш. Изначально первая пошла на испытание Саша, которая потрясающим образом зарядила всю площадку. Выкладывается на все сто. И мне безумно нравится то, что она делает в этом сезоне. Саша очень выросла. И это явно видно. Меня безумно радует. Я считаю, то, что она делает в рамках этого проекта, мега профессионально. И если раньше она у меня не вызывала никакой симпатии, сейчас это человек, который действительно выкладывается на все сто. В общем, был у нее снимок, роскошные кадры, позы и следом Ира Майсак, которая вносит всем мозг. Вообще, Ира. Идеальная фактура, идеальное тело, отвратительнейший характер. Что это за выпендрешь из разряда? Я не буду показывать свою грудь. Это очень интимно. Это моделинг. Ты либо работаешь, либо идешь на четыре... Ой, на три буквы. Все. Точка. Здесь не бывает такого хочу-не хочу. От тебя требует, ты выполняешь. Ты модель, ты инструмент для реализации идеи дизайнера, бренда и так далее. Общими усилиями якобы Бабкин и Соня Плакедюк ее все-таки убедили. Она наконец-то разделась, сделала потрясающие снимки. Действительно идеальное тело, но характер Майсак вызывает отвращение. И Даша Майстренко очень правильно сказала о том, что... Загляните в ее инстаграм и сами все поймете. Вот что у Иры Винсте. Цитируем. Если вы взгляните в инстаграм Иры Майсак, вы там не увидите даже в одязи никакой достойной фотографии, чтобы Стивен Мейзл сказал, что я тебя хочу пофотографировать. Ой, у Насті ХТЗ на задании вообще была печалька-беда. Она снова не справилась с домашним животным, с котенком. Злой взгляд как-то не отошла она от этого образа такой холодной ведьмы, хотя она работает над собой. Я считаю, что ХТЗ самый большой прорыв в плане развития над собой. И она действительно показывает зрителям, что она меняется, она старается. И я восторгаюсь ей сейчас. Если тогда она вызывала у меня тотальное отвращение, сейчас я считаю, что ХТЗ действительно достойно быть в этом проекте. Достойно о себе заявить громко и достойно любви публике. Но задание, к сожалению, завалило. То же самое происходит с Софи Беридзе. Вроде интересная дамочка у нас такая, прям муах, персик. Горячих кровей восточных, ну что-то какая-то жопа. Беридзе не раскачалась, ее фотосессия в рамке R&B Дива не имеет ничего общего с R&B. Это просто провал тотальнейший. И если она не одумается, будет потом беда. То же самое с Дашей Майстренко. Даша не раскачалась и не может войти в этот ритм. И пока что провал за провалом. То же самое касается Ротор. То же самое касается Амины. Вот, кстати, работы над ошибками. Амина и Марго работали в паре. Им нужно было воссоздать фотографию балерин. Значит, Марго отработала, как ни странно, потрясающе профессионально, очень круто. И заслужила быть лучшей ученицей моделью недели. У Амины полный провал. Амина не несет никакую энергетику, органику. И она только запоминается тем, что она никакая. Пока что. Мне безумно импонирует ее внешность. Мне безумно импонирует Амина. Мне кажется, она очень хороший человек. Но в этих двух эпизодах провал за провалом. И Амине нужно срочно включаться. Иначе полетит из проекта. Пролетит как фанера над Парижем. Чичелла это вообще беда. Характер не меняется. Безумно идеальная внешность. И отвратительнейший, отвратительнейший характер, который ей не позволит стать мега успешной моделью. Имея-то такие данные от природы. Ну, как можно было отшить в кавычках, как она заявила фотографа. Потому что это тот же фотограф, который фотографировал ее раньше. Признавался якобы в любви. А у нее тогда был парень. Она решила всей стране сейчас заявить, что у нее есть парень. Ей никто не нужен. Если, девочка моя, ты бы это сделала на подиуме. Или же перед съемками у какого-то серьезного фотографа, дизайнера и так далее. Полетела бы ты нафиг. И никогда в жизни ты не получила бы ни одного контракта. Отвратительное поведение, Чичелла. Одумайся. Одумайся пока не поздно. Потому что пока, на данном этапе, это полный-полный трэш. И неудивительно, почему Чичелла вылетела из проекта. Но до этого мы еще доберемся. Следующим испытанием у нас было дефиле перформанс. Где девочки были цветами. Им нужно было подарить эмоцию детям. Тут сложно судить. Говорит, кто был хуже, кто лучше. Как по мне, постарались все. Потому что многие прониклись атмосферой. Захотелось подарить деткам праздник. Поэтому тут все beautiful, super. А вот третье задание. Ги-фото с Евгением Котом. Звучит прям в рифму. С участником проекта «Танься зеркама». Тут пришлось поработать в дуэте с напарником. И, к большому сожалению, у многих не получилось. Почему? Потому что многие забыли, как это работать в паре. Извините за туфтологию. Но факт остается фактом. И мало у кого получилось сразу сделать крутые, классные снимки. Поэтому Женя Кот усложнил задачу. Хотя, мне кажется, он как партнер старался расположить каждую девочку. И, наоборот, ей помочь, направить. Но многим не зашло. Точнее, многие не справились. Что говорит о непрофессионализме. Есть модели, которые меняются. ХТЗ, Кугат, Брык. Умнички. Изменения. Просто это трансформация самая настоящая. А есть девочки, которые лажают и остаются такими же неприятными. Майсак, Чечелла и Ротор в штиле. В состоянии полного штиля. Никаких изменений. Ничего не может предложить интересное проекту. И вот церемония выгона. Самыми худшими на этой неделе стали Софи Беридзе и Ротор. Но все же они продолжают участие в проекте. Так как на этой неделе перед ними покинули проект сразу две девочки. Это Чечелла. Которая не сдержала свое обещание. Передала Костромичевой. И решение Аллы было очень суровым. И я считаю это вполне заслуженным. А вот касательно ХТЗ. Которая решила уйти из проекта по доброй воле. Сказав, что ей здоровье превыше карьеры на данном этапе. Ну, возникает много вопросов. Вполне возможно, что кому-то перешла дорогу. И ее попросили уйти. И уже кто-то из девочек стал фавориткой для продюсера проекта. И так далее. И т.д. и т.п. Поэтому очень темная история. И если вы хотите, чтобы я взял интервью у ХТЗ. Напишите, пожалуйста, в комментариях интервью плюс. Чем больше будет комментариев и просмотров у этого видео. Тем больше шансов, что мы сможем взять интервью у участниц, которые покидают проект. Я же с вами не прощаюсь. Я знаю, что тебе понравился мой обзор. Поэтому обязательно подпишись на канал. Стань частью моей интернет-семьи. Вместе покоряем пространство YouTube. Также ставь палец вверх этому видео. И самое главное. Не болейте. Берегите себя своих близких. Пандемия никуда не делась. И напишите свой топ-3 фавориток суперсезона топ-моделей. Ну что же. До скорой встречи. Продолжение следует...